Здравствуйте! С вами программа «Неделя спорта» и я, ее ведущая, Ильвина Губайдульна. Как обычно, в это время на телеканале Универ ТВ я и мои коллеги готовы поделиться яркими событиями студенческого и мирового спорта за прошедшую неделю. Коротко о главных событиях сегодняшнего выпуска. Чемпионат России по синхронному плаванию. Какая команда оказалась самой результативной? Самые пластичные и энергичные танцоры на Кубке Казанского Кремля по спортивным танцам. Студенческая гонбольная лига. Матч Казанского федерального против энергетического университета. Обзор матчей Рубина и Акбарса. Столица Татарстана в пятый раз принимает чемпионат России по синхронному плаванию. Несмотря на обстановку с эпидемией и ограничениями, все команды приехали в полных составах. Кто занял пьедестал, расскажет Наталья Жирнова. Татарстан продолжает отстаивать свое внегласное звание спортивной столицы и достойно проводит мероприятия по разным видам спорта. На этот раз синхронное плавание. С 25 по 27 ноября в Дворце водных видов спорта прошел чемпионат России по синхронному плаванию. Спортсмены из разных регионов поборолись за медали в сольных и групповых программах, а также программах дуэтов. Национальный турнир по синхронному плаванию Казань принимает уже в пятый раз. В этом году в чемпионате России приняли участие 350 спортсменов из 14 городов и регионов страны. Первый старт после длинного перерыва всегда волнительное событие для участников. В столице Татарстана их встретили хорошие организации с соблюдением всех мер безопасности. Атмосфера мероприятия замечательная. Это долгожданное мероприятие. Мы его очень все ждали. Очень счастливы на нем присутствовать и помогать в организации проведения мероприятия. Мероприятие проходит в том же режиме, как обычно. Единственное, с чем нам пришлось столкнуться, это маски, перчатки, дистанция. На чемпионат спортсмены прибыли с новыми программами, которые хотелось скорее представить судьям. Эмоции от того, что они наконец-то смогли принять участие в таком масштабном соревновании, были видны и в их выступлениях. В групповых программах участники показали себя максимально подготовленными, что сказалось на их общих результатах. Между командами была серьезная борьба. Итоговые очки различались буквально сотами баллов. Так, лучший результат показала команда Москвы, набравшая 90,498 баллов. Серебряные медали завоевала команда Москва-2 с результатом 90,403 баллов. В тройку призеров также вошли синхронистки из Московской области. В таком непростом виде, как дуэт, спортсмены своим артистизмом и изяществом не уступали групповой номинации. Хотя быть в гармонии и понимании со своим партнером удалось не всем. Победители прошлых чемпионатов вновь заняли Пхидестал. В технической программе спортсменки из Москвы и Московской области забрали золотые и бронзовые медали. А питерские синхронистки завоевали серебро для своей сборной. Победители среди дуэтов Варвара Карипалова и Алена Матвиенко признались, что очень рады своему результату. Их выступление судьи оценили на 89,994 балла. Программа сама это самая, наверное, сложная в нашем репертуаре дуэтов. То есть мы за нее больше всего переживали, больше всего волновались, сил больше всего отдали именно на эту программу. Особенной частью соревнований стали вступления микс-дуэтов. Данное направление в синхронном плавании только набирает свою популярность. И в Татарстане уже есть спортсмены, выступающие в такой номинации. Во второй день соревнований татарстанский микс-дуэт Алины Тихомировой и Артура Коршунова в технической программе завоевал бронзу, набрав 84,180 балла. Первое место на пьедестале почета заняли команды Москвы и Московской области. В заключительный день национального чемпионата свою произвольную программу также представили смешанные дуэты. Победителями стали Михаил Васильев и Алина Монтуленко из Московской области, набравшие 91,33 балла. Серебряные медали завоевали татарстанские спортсмены Анна Гордеева и Артур Коршунов. 84,667 балла. У нас были, конечно, ошибки, куда без этого, но мы работаем, есть к чему стремиться. У нас все равно виден результат в микс-дуэте. Артур работает не так давно, поэтому прогресс есть, есть к чему стремиться. Самыми результативными стали команды из Москвы и Московской области. По итогу четырехдневных соревнований в рамках чемпионата России они взяли самое большое количество медалей разных проб. Татарстан в общекомандном зачете занял третье место, уступив по количеству медалей Санкт-Петербургу. Наталья Жирнова, Ильвина Губайдулина, Неделя спорта. От красоты исполнения движений под музыкальное сопровождение далеко не уходим. Выбираемся из воды на сушу. На очереди турнир по спортивно-бальным танцам Кубок Казанского Кремля. Роберт Хасанов побывал на данном мероприятии и готов рассказать обо всем, что там было. На этих выходных в Казани состоялся традиционный турнир по спортивно-бальным танцам Кубок Казанского Кремля. Это одно из первых соревнований после длительного карантина, поэтому и ажиотажа вокруг турнира было немало. В такое трудное для бального спорта время соревнование проводилось при поддержке президента Республики Татарстан. На Кубок Казанского Кремля приехали дуэты с разных уголков страны. Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Пермь, Уфа, Самара, Киров, Ижевск, Москва, Санкт-Петербург. За два дня в соревнованиях приняли участие более 700 участников разных возрастов. Дети, юниоры, молодежь и взрослые. В турнире могли принять участие танцоры возрастом от 5 лет. Многие юные спортсмены вышли на паркет в первый раз. Для них категория «Массовый спорт» стала началом профессионального пути. Участники соревновались в трех дисциплинах – европейская и латиноамериканская программа и двоеборье. Все категории начинались с отборочных туров. Спортсменам нужно было достойно станцевать в 1-8, четвертьфинале и полуфинале, чтобы войти в шестерку лучших дуэтов и поворотся за звание победителей. Времени на передых между категориями иногда не оставалось, поэтому в финале танцевались самые стойкие пары. Помимо этого, в рамках турнира прошли открытые официальные спортивные соревнования. В этих категориях приняли участие самые сильные спортсмены. Кстати, о самых сильных спортсменах. На парке Дворца единоборств вышли топовые пары. Бронзовые призеры Чемпионата России Евгений Никитин и Анастасия Милютина. Вице-чемпионы мира в Двоеборье Евгений Сверидов и Ангелина Баркова. А также Кирилл Власов и Кристина Полунина. Все эти дуэты встретились на паркете в финале открытых региональных соревнований. Победу одержала пара Никитина и Милютиной. Помимо уже названных звезд танцевальной федерации, на турнире в качестве гостей присутствовали и четырехкратные чемпионы мира по европейской программе Дмитрий Жарков и Ольга Куликова. На Кубке Казанского Кремля, кроме коллег по паркету, выступали и их ученики. Для них первые соревнования после длительного локдауна – это глоток свежего воздуха. Ведь танцорам трудно представить жизнь без тренировок и соревнований. Финалистов, как и положено, наградили дипломами, медалями, кубками и небольшими подарками от спонсоров. После двух дней соревнований спортсмены отправились домой. Не просто отдыхать, а продолжать работу в спортивном зале. Пока ситуация в мире позволяет танцорам заниматься их любимым делом, ребята будут выкладываться по полной и готовиться к новым турнирам. Роберт Хасанов, Далия Искандарова, «Неделя спорта». Теперь переходим к студенческому спорту. Студенческая гонбольная лига продолжается. Сборная Казанского федерального в третьем туре встретилась со сборной энергетического университета. О ходе матча в следующем сюжете. Студенческая гонбольная лига продолжается. Сборная Казанского федерального университета уже успела провести два матча в этом сезоне. С Академией спорта, которая проиграла со счетом 36-21. И с технологическим университетом со счетом 39-22 в свою пользу. 24 ноября федералы встретились на паркете Каи-Олимп с Казанским энергетическим университетом. Первая половина игры началась с заметного лидерства на поле со стороны энергетического. На второй минуте они открывают счет игры. Мяч в ворота соперника отправляет Марат Надергул. Федералов это явно выбило из равновесия. Игра с их стороны стала не собранной. Спортсмены стали чаще терять мяч. Тем временем уже на четвертой минуте КГУ забивает свой второй гол. На седьмой минуте у федералов все же получается забить свой первый мяч. Дамир Сафин легко проходит к батарю соперника. Мощный удар, мяч отскакивает от паркета и залетает в ворота. На восьмой и десятой минуте матча КГУ вновь пропускает мячи, которые подряд забивает Валентин Калашников. Тренер федералов Владимир Макришин был явно недоволен командой за пропущенные опасные моменты. К тому же из двух пенальти ворота соперника был реализован только один. Его пробил Тимур Ланнагиев. Весь первый тайм игра развивалась так, что на каждый гол федералов приходилось по два гола подряд от энергетиков. Так первый тайм заканчивается со счетом 12-6 в пользу КГУ. Тренер федералов смог в перерыве настроить ребят на достойную игру. И уже с первой минуты второй половины в ворота КГУ летит мяч. Счет 7-12. В течение следующих шести минут КФУ осуществляет серию голов, в том числе и одно пенальти, которое успешно забивает Владислав Тренев. К 34-й минуте счет становится 11-14. Ситуация меняется после того, как лидерство в свои руки вновь забирают энергетики. Ротарь успешно защищает свои ворота, а нападающие активно пробивают четыре мяча подряд. В этот раз их противники не собираются оставлять такой большой разрыв в счете и наказывают КГУ пятью голами в свою пользу. В матч вернулась интрига, ведь команды начали играть на равных, и КФУ сокращает отставание. Счет 16-19. КГУ теряет бдительность. Вратарь явно потратил много сил и позволяет КФУшникам забить еще пять мячей. Казанский федеральный начинает контролировать игру и вырывается вперед на одну очко. Энергетики пытаются спасти ситуацию и сравнивают счет, но перевести его в свою пользу им не удается. Три успешных пенальти подряд в исполнении Нагиева и на табло уже 23-21 в пользу федерального. Последние минуты Тренев мощным броском отправляет мяч в ворота, не спасает даже сейф-бутаря. Счет 24-21. Владислав хочет сделать счет 25-21, мощным броском отправляет мяч в сторону соперника, но спортивный снаряд пересекает линию ворот после свистка. Матч заканчивается волевой победой КФУ. Гонболисты действительно смогли собраться и спасти игру. Идей мы должны были сразу, спокойно начать и выиграть. Но мы же легких путей не ищем. Сначала проиграли шесть, а второй там девять выиграли. Плюс три победа. Казанский федеральный одерживает вторую победу подряд. Наталья Жирнова, Неделя спорта. На этой неделе стартовала долгожданная спортакиада среди студентов и аспирантов Казанского федерального университета. Комплекты наград в двух дисциплинах, а именно в плавании и гиревом спорте, уже разыграны. И давайте взглянем на таблицы. В большой группе первое место делят между собой сборная и набережная Чаунинского института и института управления экономикой и финансов. У обоих 32 балла. На третью строчку забрали спортсмены из института фундаментальной медицины и биологии 22 балла. В малой группе лидирует химический институт 25 очков. Следом институт геологии и нефтегазовых технологий 23 очка. Замыкает в первую тройку институт математики и механики 21 балл. Остальные результаты на вашем экране. Самое мощное мероприятие этого года, а именно Кубок университета по мини-футболу, подходит к концу. Впереди только финальный матч. Участие в нем примут юридический факультет, который со счетом 6-2 обыграл прошлогоднего победителя турнира «Набережный Чаунинский институт». Противостоя к юрфаку будет сборная института международных отношений. В своем матче ему обыграли эконом 2-1. Финальный матч состоится 9 декабря в 18.00. Прямая трансляция будет в нашей группе ВКонтакте. Хоккейный клуб «Казанский илбарс» вновь борется за очки на чемпионате Казани. На этот раз студенты встретились на льду с опытным соперником – хоккейным клубом «Гагарин». Подробнее об игре в следующем сюжете. В среду казанские илбарсы проводили свой очередной матч в рамках первенства города Казани. На этот раз соперник – хоккейный клуб «Гагарин». Игра в ледовом дворце «Баска» началась стремительно. Уже на 9-й секунде нападающий Гагарин Айрат Ахмедшин воровался в зону студентов и вывел номинальных хозяев поля вперед – 1-0. После этого была еще пара опасных моментов у воротка «Фу», но вратарь Руслан Путинцев сыграл надежно. У илбарсов появилась хорошая возможность сравнять счет, так как на 6-й минуте Александр Гебадулина отправился отбывать штраф за игру в закоп поднятой клюшкой. Но реализовать большинство не удалось – не хватило точности нападающим илбарсов. А вот «Гагарин» со своим шансом воспользовались. На 13-й минуте Гатин Демилев перед Ашафанисом Ахамедзяновым увеличивает преимущество своей команды – 2-0. До конца первого периода у хозяев было еще несколько опасных моментов, но забить не получилось. Начало второго периода у кафушников не заладилось. На третьей минуте второго отрезка Камиль Сакин поражает ворота Руслана Путинцева – 3-0. «Гагаринцы» не снижают своего давления на противника, и на седьмой минуте Константин Козырев доволит счет до крупного – 4-0. «Кафу» получает хорошую возможность сократить разрыв в счете, так как игрок-хозяев Азат Махмутов получает 2 минуты с задержкой плюшкой соперника. Долго разыгрывали большинство студентов, и в самом конце Леонид Гаркин с передачи Ислама Шавалиева возвращает интригу в игру – 4-1. Третий период. «Гилбарсам» нужно возвращаться в игру, но уже по традиции в самом начале заключительного отрезка «Гагарин» забивает. Илья Харитонов с передачи Арсения Орлова увеличивает преимущество – 5-1. На девятой минуте «Гилбарсы» получают еще одну возможность сократить отставание. Илья Харитонов отправляется отдыхать за подножку, и нападающий студентов Элинар Валюлин реализует большинство – 5-2. После этого «Гилбарсы» долго возили шайбу в зоне «Гагаринцев», но приблизиться в счете к хозяевам так и не удалось. А в самом конце встречи Дмитрий Спиридонов своим броском ставит жирную точку в матче – 6-2. Казанские «Гилбарсы» терпят очередное поражение в первенстве города. Ну, сегодня по игре не получилось, наверное, доработать. Момент свой не воспользовались и немножечко в защитке уступили. Это и послужило причиной поражения нашего сегодняшнего. Не доработали просто. Амир Сабиров, «Неделя спорта». С 1 по 3 декабря Казань принимает Кубок полномочного представителя президента Российской Федерации в Привожском федеральном округе по хоккею. На данный момент каждая из команд-участниц провела по две встречи. В группе «А» лидерство захватило сборное Нижегородской области – 6 очков. На второй строчке расположились хоккеисты из Саратовской области. В их активе три очка. На третьем месте сборная Кировской области. Свои два очка они смогли заработать в матче против Академии спорта из Казани, которая замыкает турнирную таблицу, обыграв их по булитам. В группе «Б» на первом месте сборная Пензенской области. Шесть очков и ни одного поражения. Вторыми идут хоккеисты Казанского федерального университета. Три очка в активе. Последнее место занимает сборная Адмуртской республики и уже не имеет шансов выйти в полуфинал турнира. На их счету ноль очков. В Рубине и Акбарсе неделька также выдалась интересной. Хоккеисты провели три матча, а в гости к слудскому и компании приехал ЦСКА. Подробнее в нашем обзоре. Рабочая неделя началась со дня рождения Омского Авангарда. В понедельник именинники принимали Казанский Акбарс, который продолжал свою выездную серию. Казанцы выглядели слабо и были не похожи сами на себя. Уже на 11-й минуте первого периода Оливер Каски с передачей Дениса Зернова и Андрея Стаси открывает счет. Три минуты спустя Корбан Найт увеличивает преимущество. Второй период. Команда не порадовала нас забитыми шаевами. А в третьем тот же Найт реализовал большинство и довел счет до крупного. 3-0. Авангард выигрывает матч и приближается к Акбарсу в таблице. В среду казанцы завершали свою выездную серию против Магнитогорского Металлурка. Матч получился упорным. Команды не смогли выявить победителя в основное время. Сначала Найджел Доус открыл счет в первом периоде. Во втором главная звезда хозяев Сергей Мазякин в большинстве сравнял счет. А уже в третьем Максим Карпов и Михаил Глухов обменялись заброшенными шаевами. 2-2. В напряженном матче казанцы добиваются победы. В воскресенье Рубин проводил свой последний домашний матч в 2020 году. Соперник – лидер чемпионата московской ЦСКА. Стоит отметить, что в заявку казанцев вернулись легионеры Деспотович и Хван Инбом, которые были на карантине. В первом тайме команды больше пристреливались и искали свою игру. Счет не открыт. А уже во втором, после тройной замены казанцев, Джорджи Деспотович своим первым касанием отправил мяч головой в ворота армейцев. 1-0. Последовали замены у москвичей. Но Арнер Сигурдсен и Кристиан Бистрович ничего не смогли поделать с обороной хозяев. Рубин совершает сенсацию и берет три очка у ЦСКА. В этот же день Казанский Акбарс на своем льду принимал Череповецкую Северсталь. Хозяева сразу стали навязывать свою игру. На пятой минуте Кирилл Петров точным броском в дальнюю девятку открывает счет в матче. А уже через 30 секунд Найджел Доллс его увеличивает. 2-0. Северсталь быстро смогла ответить. Александр Питунин огорчает вратаря казанцев Тимура Белялова. 2-1. А за две минуты до конца периода Найджел Доллс оформляет дубль. 3-1. Второй период команды также не стали ассироваться в обороне. Егор Яковлев, Андрей Пидан и тот же Найджел Доллс отличились. 5-2. В заключительном отрезке болельщики не увидели голов. Акбарс смог довести матч до уверенной победы. Ну а главной звездой матча стал Найджел Доллс, который оформил хэт-трик. Казанцы закрепились на первом месте в конференции «Восток». Амир Сабиров в «Неделе спорта». А на этом все, дорогие телезрители. С вами была программа «Неделя спорта» и я, ее ведущая, Ильвина Губайдульна. Еще увидимся. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!